В небольших городах и городках, поселках по всей России живут обычной жизнью скромные люди. Растят детей и внуков, работают, ходят в музеи, читают книги. Они не привыкли нарочито-громко заявлять о себе, а между тем история каждого из них достойна собственного рассказа. О судьбе страны, о службе и защите Родины, о боевых подвигах, о том, какой непростой ценой досталось сегодняшнее спокойствие, так и живут под одним мирным небом. Они – герои среди нас. Я прослужил в военно-воздушных силах 31 год, являюсь ветераном военно-воздушных сил России, ветераном военно-воздушных сил Белоруссии, ветераном подразделения особого риска, ветераном военной службы, ветераном труда и почетным ветераном Подмосковья. Какой ценой достается мир? Тысячами жизней, риском, бесстрашием. Наш герой Павел Петрович Тимофеев принимал участие в создании ядерного щита СССР в 60-е годы. Ликвидаторов Чернобыля легализовали через 5 лет, а нас, создателей ядерного щита, через 42 года. Предопределили же судьбу Павла Петровича события, произошедшие значительно раньше. 2020 год является знаменательным для нашей страны. Мы отмечаем 75 лет победы в Великой Отечественной войне, длившейся 1418 дней и ночей. Во время Великой Отечественной войны наш народ от мала до велика воевал. У меня, например, два брата 25-го года рождения ушли на войну из 10-го класса. И им пришлось служить 7 лет срочную службу. Они дошли до Берлина, потом их отправили в Японию довоевывать. Во время Великой Отечественной войны Павел Петрович был еще ребенком, однако ее эхо звучит в его жизни до сих пор. Но об этом чуть позже, а сейчас перенесемся в далекий 42-й, где еще не одержана победа в Сталинграде, изменившая ход войны, а Ленинград уже год находится в военной блокаде. Октябрь 1942 года. Москва. СССР. Молодого талантливого ученого-физика Игоря Курчатова вызывают из Казани, куда он был эвакуирован из блокадного Ленинграда. Данные военной разведки говорят о том, что ученые из Германии и США уже вплотную подошли к созданию атомной бомбы. Советский Союз отстает на несколько лет. Сталин и Берия, ознакомившись с докладом Курчатова, дают команду догнать и перегнать соперников. В апреле 1943 года Игорь Курчатов по рекомендации Абрама и Офи возглавил «Лабораторию-2» группу ученых, работающих над урановым проектом. Война изменила судьбу каждого советского человека. Не только тяжелые военные годы, но и сложности послевоенных лет, политические последствия Второй мировой, когда мир был разделен заново. Июль 1945 года. Поздам, Германия. Третья и последняя официальная встреча лидеров Большой Тройки. Трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Дату проведения выбирают тщательно. Уинсен Черчилль беспокоится о результатах предстоящих парламентских выборов. А Генри Трумэн в ожидании. В Соединенных Штатах вот-вот должно произойти событие, которое может укрепить позицию страны на переговорах. Трумэн получил телеграмму перед этим накануне. Получил телеграмму такого содержания. Ребенок родился. Это она означала, и он понял, что это был успешно завершен Манхэттенский проект. Так называлось в Соединенных Штатах создание атомной бомбы. Август 1945 года. Нагасаки, Хиросима, Япония. Малыш. Первая в истории человечества атомная бомба, использована в качестве оружия. Именно эта бомба в августе 1945 года была сброшена именно на японский город Хиросиму. Малыш стер с леса земли приблизительно на 200 тысяч человеческих жизней. Следующий удар, второй в мировой истории, пришелся на японский город Нагасаки. Еще 50 тысяч погибших. Бывший союзник стал угрозой, могущественной, разрушающей силой. Трумэн для демонстрации своей мощи Америки, чтобы оказать давление на Сталина, 6 августа они выбирали в Японии цели и 6 августа они сбросили атомную бомбу на Хиросиму, а 8-го на Нагасаки. И там было уничтожено до молекул около 300 тысяч мирных жителей. Японцы до сих пор держат памятники, где люди остались в тени, на асфальте, на стенах тени остались. Но, тем не менее, Советский Союз оказал решительные действия на действие. И 2 сентября Япония капитулировала. И закончилась Вторая мировая война. Таким образом, она продолжалась там 6 лет и 2 дня. Война окончена, но наша страна в сложной ситуации. Разрушены города, судьбы людей. Многое предстоит восстановить, а восстановленное – защитить. Время не стоит на месте и медлить нельзя. Лучшего момента бывшим союзникам для разгрома Советского Союза придумать было нельзя. Страна лежала в развалинах. Но в 1945 году Черчилля не переизбрали премьер-министром. А Трумэн без него не решился. А когда Черчилль снова стал в 1951 году премьер-министром, нападать было уже поздно. Так как гигантские усилия прилагал весь советский народ, разрабатывая эту бомбу, добывая урановую руду, создавая эти атомные бомбы. Усилия были гигантские. Лето 1947 года. Москва. СССР. Приказом Сталина строящийся полигон для ядерных испытаний вблизи Семипалатинска переходит под контроль военного ведомства и получает название «Учебный полигон номер 2». Буквально там в 1947 году принято это постановление. Через два года там были построены трехэтажные дома, метро, железнодорожные мосты, туннели, 30-метровая вышка, этот гусак, на которой плутониевая атомная бомба была установлена. На этом полигоне были проведены первые испытания атомного оружия в СССР. После испытаний ядерной бомбы РДС-1 стало ясно, что вооруженным силам СССР необходим межконтинентальный бомбардировщик, обладающий дальностью полета Ту-4, в то время стоявшего на вооружении ВВС СССР, но способный летать вдвое быстрее. Июль 1951 года. Москва. СССР. В конструкторском бюро Туполева утвержден эскизный проект первого советского реактивного бомбардировщика дальней авиации Ту-16. Первый опытный самолет был поднят в воздух в 1952 году. Серийное же производство Ту-16 началось еще через год, в 1953. Именно эта машина впоследствии привела выпускника военно-авиационного училища Павла Тимофеева на полигон под Семипалатинском. В 50-х годах закончил военно-авиационное училище и был направлен в Белоруссию на первые носители ядерного оружия, которые в 1954 году появились, на Ту-16, можно сказать. Второй самолет, с которым связано множество воспоминаний – Ту-95. «Медведь» и «Барсук». Именно такие названия дали американцы нашим мощным боевым машинам, которые обеспечивали военно-стратегический паритет страны в годы Холодной войны. В 1959 году из Украины была дивизия Ту-95 на Семипалатинский полигон переброшена. Ту-95 они летали, как правило, на восток, туда, к Тихому океану, и на север. Тоже где-то, ну, примерно по 20 часов в сутки вот так вот летали. Тоже не пустые летали, но тоже там отрабатывали и с этими дозаправку проводили. Сейчас уже даже истребители начали дозаправляться. Вот как эта техника освоена. А тогда вот они только еще осваивали. И там встречались с этими, с американскими этими, сопровождали американские истребители друг другу руками махали. Между тем, отношения между двумя ядерными державами становятся все напряженнее. 1961 год. Измир, Турция. США размещают в Турции, стране-участнице НАТО, 15 ракет средней дальности Юпитер и получают возможность нанесения внезапного и крайне разрушительного удара по западной части СССР, включая Москву и основные промышленные центры. Учебный полигон номер два в это время становится максимально задействованным. Павел Петрович стал живым свидетелем и участником этих событий. Испытания начали где-то 1 сентября 1961 года. За все 46 лет существования полигона было около 100 наземных взрывов. А вот за один год, с сентября 1961 года до декабря 1962 года, вот этот год, когда был как раз в июле 1962 года, был Карибский кризис. Мы там под самолетами, под Ту-95, они сидели тоже. Вот за 46 лет все, а за вот этот год, только за этот год, 75. Их проводили в 12 часов дня, взлетал с нашей стоянки этот самолет Ту-16. Мы выходили на рулежку, смотрели, он взлетел, через несколько минут грипп ядерный на горизонте. Мы смотрим на часы, вспышка, смотрим на часы. Сколько придет? Минуты через 3-4 у нас стекла в коптерках, это дребезжат. Ну, скорость звука, если кто помнит, в школьном курсе физики, 340-42 метра в секунду. Вот это где-то около, ну, километров 50-60 в степи. А в степи это потом, ну, в зависимости, через час или через два, это облако нас накрывало это облако. Вот самолет Ту-16 сбрасывал, потом в это облако прямо залетал второй самолет Ил-28 с фильтр-гондолами, с фильтр-гондолами под плоскостями, это как два этих, ну, похоже на ведра, там с фильтрами без ведра, без дна, вот такие. Залетал прямо в это облако залетал, в атомное облако. Я его спросил, ребят, вы за получки-то с мешком ходите? Он говорит, 5 рублей 60 копеек командировочно в сутки. Вот так было делом. Хотя Павел Петрович вспоминает о службе на полигоне с улыбкой, сложно даже представить, насколько важной и опасной была эта работа. Нам выдавали счетчики Гейгера, ну, это, даже эти карточки дострадиоактивного заражения, но это, они так чистые остались. На самолетах у нас были эти рентгенометы прямо вот на Ту-95-х, но как только доза за 50 этих рентген, сейчас это Бэры называется, единицы, зашкально пришли эти сотрудники из особого отдела, зачехлели с сургутными печатями, чтобы мы, ну, никаких у нас не было вопросов и ничего. По нормальному варианту можно человеку 0,1 Бэра получить радиация, а мы жили в зоне 450 Бэр, это более 10 тысяч допустимых доз, это 10 лучевых болезней или 3 смертельные дозы. Из сослуживцев у нас же никого не осталось, мы как динозавр получаемся. Да-да, вы не ослышались, вместе с Павлом Петровичем на полигон приехала и его жена. С самого начала она была рядом. Туда стали набирать в основном офицеров неженатых, а я в это время уже, ну, у меня была знакомая, она сама в Белоруссии, там же и родилась во время войны, и на руках у матери, которой было 19 лет, была в концлагере, вот в этом белорусском пересыльном концлагере была. Вот, а были они там некоторое время, и потом им удалось через какое-то несколько месяцев оттуда сбежать. В 19 лет вышла за меня замуж и поехала со мной опять на ядерный полигон, опять за два ряда колючей проволоки, но уже создавать ядерный щит. Она была, работала тоже около этих самолетов, она в медицину пошла, ну, для начала санитаркой, и была в санчасти, да, прямо там санчасть на это, она в санитарке тоже занималась, и дезактивация этих самолетов. Вот, так что всего хватило, всего хватило. Я говорю, потом у нее вот это началось уже, кровь изменилась, изменилась, и вот мне потом пришлось и с ней заниматься, и потом и после этого и с сыном тоже. В 1963 году Павел Петрович поступил в военно-воздушную инженерную орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменную академию имени Жуковского. Здесь его ждут весьма неожиданные встречи. Была зона закрытая, переводов не существовало, было только два варианта. Или когда у тебя РОСО под 50, вот, или еще можно было в академию, но у нас была эта дивизия тяжелых бомбардировщиков, где-то, наверное, ну, офицеров полтысячи, и все младшие офицеры были, все хотели в академию. И еще, а школа-то уже около десятка лет закончила, а сдавали, там принимали, значит, пять предметов школьных, да не ЕГЭ, а натуральные, вот, и шестой военный предмет, а проходной балл был 29 из 30. Я тогда на лыжах, выше мастера, катал круглый год в отношении здоровья так, как тот малыш, который принес домой черепашонка, а мама ему пенять, ты зачем ее приволок? Он говорит, мамочка, я хочу проверить, вот этот черепашонок проживет 200 лет или нет? Вот так вот. Я тогда целый год по 20 часов в сутки занимался. Но попал как раз, это было, этот уже 63-й год, тогда как раз мы по, у нас был вот 29 из 30, а команде тогда первых этих, пять первых космонавтов, это Гагарина, Титова, Николаева, Быковского и Поповича, просто туда направили. И они оказались как раз на нашем факультете, и мы в соседних классах занимались. Тогда там было 4 факультета основные, двигательный, вот наш факультет, потом эти электрики и радисты, которые по самолету, а не самолет, изучали электрики, изучали электрооборудование, радисты изучали радиооборудование, а мы изучали все, что все эти 4 факультета. Академия закончена, но Павел Петрович только начинает учиться. Потом для интереса общетехнический факультет политехнического института, потом Московский университет, факультет международных отношений, потом для интереса финансо-экономический факультет, потом, значит, вот два факультета медицинских. Все-таки вот люди рождаются под какой-то звездой, и не зря на Востоке говорят, что когда человек рождается, у него звезда. Ну, я родился под звездой весов, там им положено учиться, вот, наверное, поэтому так учился. Но зато это очень интересно, если человек по одному профилю, он становится доктором наук, а когда, это он достигает карьеры. А я от карьер, хотя мне были всякие лестные предложения по карьерному росту, я из военно-воздушных сил не хотел уходить. Такое количество полученных знаний открыло множество дверей. Однако Павел Петрович остался верен единственной профессии. Ну, я из военно-воздушных сил, не этот самый, остался им верен. 31 год календарный прислужил, так что с судьбой своей я очень доволен. На учениях, командировках, и около Берлина приходилось там на этих, на аэродромах берлинских быть, 15 километрах от Берлина. Вдоль и поперек, да. И за полярным кругом доводилось, в Ледовитом океане доводилось быть, и там на востоке в Японском море, и там около Турции. В общем, я доволен, что посмотрел, ну, посмотреть весь континент практически. Вместе с Павлом Петровичем его семья. Всегда поддерживает любимая жена, рождается сын. После долгих лет службы по всей стране, семья Тимофеевых, наконец, обретает настоящий дом здесь, в Чикаловском. А вот в следующем году будет 60 лет нашей совместной жизни, в 2021 году. И вот за эти 60 лет я жену сердито не видел, хотя мы получили вот эту первую квартиру на улице Гагарина, с которой я вот так вот обучался. Это была 16-та по счету. А то ему все пришлось в гостиницах, даже на разных этажах, дальше в этих, в коммуналках, в бараках, на съемных квартирах. Вот так вот все это было. И везде за Ваня, да? А? И везде за Ваня. Вместе с нами уже вот 60-й год безукоризненно, безукоризненно исполняют. Я ее сердито не видел за 60 лет. Бывает же такое. Хотя и сын и внук Павла Петровича не связали своей жизни с авиацией, все же отчасти пошли по его стопам. Видимо, любовь к точным наукам передалась по наследству. Ну, сын он закончил тоже этот, он политехнический институт, но работать по специальности, значит, сейчас трудно находить. И внук уже, внук уже тоже закончил университет связи информатики. Сейчас он специалист по радио, по телевидению, по связи. По иронии судьбы, именно на службу Павла Петровича в 61-62 годах пришелся пик наземных испытаний ядерного оружия. А в 1963 году, когда он поступил в Академию Жуковского и покинул полигон, был принят международный договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Удивительно, сколько в буквальном смысле слова испытаний пришлось на долю одного человека. Февраль 2020 года. Чкаловский, Россия. Нет больше учебного полигона номер два. Большинства сослуживцев давно нет живых. А Павел Петрович проводит в нашей съемочной группе экскурсию по музею. Он вообще ведет большую общественную работу. Я понял, что здесь, почему вот мы остались, ну, пережили это все, потому что, ну, верили в лучшее. Не, не, ну, как говорят сейчас, ну, не думали о грустном. В общем, дело. И вот я все-таки твердо, твердо уверен, что вот и средь долгих лет и зим друг друга мы храним. А небо нас хранит, пока мы любим. А закончить наш фильм мы хотим словами Павла Петровича о любимой железной птице. Самолеты Ту-95 с 50-х годов прошлого века входят в ядерную триаду и защищают небо щитом плоскостей. Чтобы с неба не падало ничего, кроме белого снега для лыжни и теплого дождя для хлеба. Субтитры создавал DimaTorzok